Это понятная политика. Здравствуйте. Польша, Украина, да и вся остальная Европа столкнулись с невиданным доселе энергетическим кризисом. Решение политиков в Брюсселе годами вели ЕС к нынешней точке, где голубое топливо по цене улетело не только за облака, но и далеко в космос. На севере Старого Света и вовсе не хватает воды. Что будет дальше? Ведь скоро зима. Выслушаем жителей, политиков и экспертов. Они все платежеспособные. Работы мало у людей. Доходы маленькие. Тарифы бешеные. Пенсионерам вообще я не завидую. Я инвалид, и я не могу частный дом потянуть. Это опрос наших коллег на улицах Киева. Коммуналка в Украине уже давно. Страшное слово. Тарифы пугают и растут постоянно, даже когда в мировой экономике все более-менее тихо. Приходит за месяц платежка, например, 6, 7, 8, 10, 12 тысяч за месяц. Как это оплатить? Это нереально оплатить. Пенсию особенно. Это нереально. На зарплату, не на любую оплатишь. Это выдавливание людей из больших квартир. Понимаете? Вот берут, выдавливают. Я вам говорю, выдавливают этими тарифами. В итоге все перейдут в какие-то лачуги. Все наши послуги, которые надаются, надаются, в принципе, олигархичными фирмами. Мнения жителей записаны как раз накануне энергетического шторма Европы. Думается, знайки и влияния о дополнительных рисках разговор мог стать еще более откровенным. В Украину мы еще вернемся сегодня. Европейский Союз, а за ним и Украина вторили раз за разом. У нас энергетическая безопасность находится на небывалом уровне. Мы независим от России и США. А получилось, что получилось. Зима близко, а понимания, чем топить батареи, в Брюсселе нет. Такого дорогого газа, как сейчас, в Европе еще не было. За год цены выросли более чем в 15 раз. Уголь как альтернативу долгое время ограничивали экологическими нормами. Да и тот уже торгуется 300 долларов за тонну. Рекорд как минимум за последние 20 лет. Ситуация близка к критической. Такова оценка компании Bloomberg, лидера по финансовой аналитике. Европейский энергетический кризис, который возник из-за цен на газ, грозит всему миру. И его эффект многие почувствуют уже зимой. Газ остается востребованным для многих стран, как в промышленности, так и в отопительных системах. Особенно на фоне постепенного отказа от угля. Но пока газа не хватает, чтобы закачать его во все хранилища и восполнить постпандемический дефицит, перед холодным сезоном покупатели соревнуются за газ, повышая спрос и цены. Возникает логичный вопрос, почему же так вышло? Европейские чиновники, как всегда, лукавят и ссылаются на неблагоприятные рыночные условия. На самом деле, факторов несколько. Минувшая зима была холодной, лето довольно жарким. Плюс пандемия и конфликты вокруг Северного потока-2. Не помогла и ориентация на альтернативные источники. Только Германия недосчиталась более 20% от ветряной энергетики. Страны ЕС вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Из-за чего и создали ажиотаж на рынке. Ноябрьские фьючерсы на поставки в Европу в разное время торговались на уровне почти полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. По мнению президента Сербии, еще весной европейские государства так стремились нарастить темпы производства после ковидных простоев, что потратили все дешевое топливо, которое было в хранилищах. О предстоящих закупках не подумали или не захотели. Венгерский премьер Виктор Орбан был более красноречив. Причиной кризиса являются ошибки Еврокомиссии. Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен – это ошибки. Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые зеленые нормы, иначе все будут страдать. Ну и куда же без большой политики? Если идеология давлеет над экономикой, катастрофа неизбежна. Дополняют Орбана немецкие депутаты. Если бы мы зафиксировали цены на уровне, я не знаю, там, 400, 20, как предлагала Россия, все было бы красиво. Ладно, теперь это произошло, не можем назад отменить. Ну быстро дайте разрешение Северному потоку и уберите дефицит этого продукта. Цена пойдет вниз. Нет, нам надо заволокитить это и искусственно держать эту цену вот на таком, для того, чтобы были открыты двери для другого. И аналитики профильных ресурсов. По словам аналитиков, ответственный за сложившуюся ситуацию полностью лежит на политических деятелях ЕС, которые, увлекшись громкими заявлениями об энергонезависимости от России и переходе на зеленую энергетику, не просчитали последствия резкого отказа от углеводородов. Это реальный пример. Британские пенсионерки неделю накапливают посуду, чтобы потом в субботу в тазике помыть все разом и не переплачивать за горячую воду. Ну, наверное, когда они поступают подобным образом, чем о чем, а о Грете Тунберге и зеленой идее, я не думаю, в последнюю очередь. Отдельный привет эксперты передают Великобритании. Там уже закрылись крупные заводы, бизнес не потянул такие затраты и уже пустеют в магазинные полки. А ведь парники с огурцами и помидорами тоже отапливаются. И без газа, или с ним, но по полторы-две тысячи долларов, овощи станут золотыми. Как тут не вспомнить слова белорусского лидера. Он неоднократно говорил, что грядут трудности с продуктами, которые мы привыкли видеть на столе. Если в ближайшее время не будут предприняты меры, то в преддверии Рождества неизбежны сбои с поставками продовольствия. Выход пятой по величине экономики мира по долларовому расчету ВВП из коронакризиса осложнен ростом цен на газ, нехваткой водителей и грузовиков и потенциальным сокращением поставок продовольствия. Тут начинаешь особо ценить свою продовольственную и энергетическую безопасность. Ведь наша страна закупает газ как минимум раз в 10 дешевле. А вот у соседей все не так однозначно. Украина так стремилась очиститься от газа-агрессора, что Москва сказала «хорошо». И помимо «Северного потока-2», который запустят в ближайшие месяцы, «Газпром» подписал еще один контракт. Российская корпорация подписала договор с официальным Будапештом на поставку 4,5 миллиардов кубометров газа. Срок – 15 лет. Транзит пойдет через территории Австрии и Сербии. Таким образом, Украина еще больше выключается из газовой логистики. Более того, Киеву придется покупать голубое топливо у Будапешта, хотя ранее он сам продавал в Венгрии эти объемы. Зато без России. И здесь в полной мере проявился весь парадокс украинской политики, когда демагогия и реальная жизнь – абсолютно разные вещи. Окончательное «прощай, Россия» на Майдане почему-то не праздновали. Напротив, власти направили жалобу в Еврокомиссию, мол, не устраивать договор Москвы и Будапешта. Как говорится, кто не скачет, тот в тепле. Мы платили дань ворам, которые находились у власти под видом демократии и западных ценностей. Мы платили дань за то, что мы якобы независимы от России в поставках газа. Оказалось, мы зависимы. Оказалось, мы платили дань ни за что. Потому что простой контракт Венгрии и России показал, что мы зависим прямо сегодня от того транзита, который идет. Поезд, получается, нас просто грабили. Владимир Зеленский пошел еще дальше. На фоне кризиса подписал закон. Если кварплату не погасили, сразу же должников отключать. Для страны, где задерживают зарплаты и пенсии не превышают 100 долларов, это как минимум аллогично, скажете вы. Но это не все. Например, в Одессе Водоканал собрался блокировать банковские карты тех, кто не оплатил вовремя коммуналку. Но и это не все. Поставщики газа начали требовать долги с помощью коллекторов. Людей донимают звонками и угрожают продать долговые дела другим фирмам. Попасть под террор можно как ни за уплату 4000 гривен, так и 300 гривен. Более того, долга можно и не иметь, а в базе коллекторов оказаться из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков. Если в этом случае поддаться на их требования, будет переплата за газ. Украина же Европа. Такие методы, видимо, вполне вписываются в европейские ценности. И, видимо, звонков и стука в дверь от коллекторов будет немало, учитывая мнение киевлян, которое вы слышали в первой части программы. Украина далеко не Европа. Более того, даже не Сомали. Потому что Сомали, по сравнению с Украиной, это развитая демократия. Что происходит сейчас? Если вы думаете, что долги, на самом деле, которые сейчас выставляют гражданам Украины, это настоящие долги, это фикция. Даже я, человек, который оплачивал все и даже сверху, узнал совершенно случайно о том, что у меня есть долг. Еще одна грань энергетического кризиса – ситуация в Северной Европе. Там в сентябре цены на электроэнергию взлетели в пять раз. Также в скандинавских странах проблемы с углем. Глава одной из крупных топливных компаний заявил, что мы находимся в центре идеального шторма. Та же Норвегия решила проблему дефицита через гидроэлектростанции. Последние пару месяцев страна активно использовала подобные источники электричества. Но активная эксплуатация и экспорт в Европе привели к дефициту воды. В августе и сентябре было крайне мало осадков. Поэтому Норвегия и Швеция сворачивают свои обязательства, как зеленые батареи ЕС. На фоне всех этих коротких и не очень энергетических замыканий, Европейский Союз в медийном пространстве вдруг вспомнил про атомные электростанции, как надежный и долговечный источник электричества. Вот что заявил профильный еврокомиссар. Однозначно нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход, безъядерные энергетики ошибаются. В Великобритании ситуация катастрофическая. Они сильно зависят от ветряной энергетики. И сейчас у них нет ветра. В целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось. Кажется, в Вильнюсе после таких слов подавились печеньками. Ведь Литва столько боролась со своей Игнолиной, а теперь и с нашей АЭС. А тут, оказывается, без мирного атома не получится. Очень быстро Литва сдалась и сдала право определять свою судьбу Брюсселю. Отказалась от красивых слов о суверенитете. И следовала, как во внешней политике, так и во внутренней политике, как по исключительно политическим, гуманитарным, ценностным вопросам, так и сугубо поэкономическим, следовала воле Брюсселя. Следовала и в вопросе атомной электростанции. И отказывалась от нее именно под рукоплескание зеленого лобби Европейского Союза. Поэтому, конечно, Литва не удел. Конечно, в таких критических случаях свободная и независимая Европа обращается к США. Мол, Байден, помоги. Правда, американский сланцевый газ с учетом доставки тоже удовольствие дорогое. Плюс страна победившего доллара не прочь заработать. Готова продавать ресурс по рыночной цене. Той самой, что порой скачет в районе двух тысяч. Более того, помощник Байдена подбодрил европейцев по-своему. По-американски. В ближайшем будущем Европа может столкнуться с кризисом в газовой отрасли. Запасы хранилищ находятся на низком уровне. И если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа даже для отопления, а не для электроэнергии. Вернемся к соседям. Уже известно, что отопление в Вильнюсе подорожает на 60%. Чтобы расходы не разорили жителей, рост тарифов ограничит 35. Но никаких субсидий. Разницу придется вернуть летом. Вот такая коммуналка в рассрочку. Мы предложим в Вильнюсе фиксировать рост цен на 35% по сравнению с прошлым годом. А образовавшуюся разницу жителям предложат заплатить летом, когда люди платят только за поставки горячей воды. Холодное дыхание осени ощущается и в латвийской столице. Из-за долгов не подключено отопление в 500 домов. Оно за год подорожало более чем на 50%. И с такими темпами скоро будет считаться роскошью. Если прошлым летом за двухкомнатную квартиру мы за коммунальную платили вместе, скажем так, 80 летом, 80-90, в этом году у нас самый меньший счет был 120. Но что делать? Будет еще больше, понимаешь? Я бензин сейчас еду, смотрю, бензин хорошо, подняли. А что делать? Стоимость электроэнергии для Риги только за полгода выросла в 2,5 раза. Выход, конечно, есть, говорят в Латвии. Например, покупать дешевую энергию из Беларуси. Но как на такое решится страна, президент которой в минувшем году охотно позировал с БЧБ-флагом? Так что, как всегда, за политические амбиции нынешних чиновников приходится расплачиваться простым людям. Знаете, что еще важно? Что подобный кризис открыто демонстрирует, как ЕС меняет свою позицию и взгляды под ситуацию. Зеленая экономика, экология – это все очень важно. И ради голосов избирателей еврочиновники убивают целые отрасли, а после разворачиваются на 180 градусов. Министр энергетики и климатической политики Нидерландов Стеф Блок заявил о готовности рассмотреть вопрос временной приостановки закрытия крупнейшего в ЕС газового месторождения Гронинген. Решение о полном прекращении его разработки к 2023 году было принято ранее из-за участившейся сейсмической активности в регионе. Европейцы вынуждены идти на определенные риски, так как в преддверии отопительного сезона объемы газа в ранилищах низкие по сравнению с предыдущим годом. Что будет дальше? Ведь зима скоро. Негативных прогнозов немало. Эксперты предупреждают, что энергетическая бедность в Евросоюзе усилится и примерно у 80 миллионов европейцев может не хватить денег на оплату коммунальных счетов. Уже сейчас перед угрозой отключения за неуплату энергоресурсов оказались 7 миллионов домохозяйств. В Германии в качестве социальной рекламы на телевидении и в интернете показывают обучающие видеоролики. Немцам рассказывают, как оклеивать окно, экономно обогреваться и даже как построить печку из подручных материалов. Федеральное ведомство по чрезвычайным ситуациям допускает возможность блэкаутов зимой и предлагает гражданам к ним готовиться. Цена на газ будет высокой как минимум до весны, пророчат экономисты. А в случае холодной зимы голубое топливо может подорожать еще больше. Стоимость газа может даже достигнуть 3000 долларов, а в случае холодной зимы может вырасти и до 3500 долларов за 1000 кубометров. После ковидного эгоизма на фоне нового кризиса вновь заговорили о стагнации европейской системы, которая либо просчиталась, либо не просчитала последствия своих действий. Хотя элитам Евросоюза волноваться не стоит. Будем откровенны, без тепла дома не останется ни один политик ЕС. А простые жители, добро пожаловать в холодный мир капитализма. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok